После сильнейшего ветра в семье Нуреевых сегодня траур. Родственники хоронят Лилию Нурееву. Девушка погибла во время урагана. Трагедию этой семьи переживаю как свою личную. Для меня Лилия была родным человеком. Ураган Муслимова разыгрался в шестом часу. Ветер буквально сорвал крышу магазина, где и работала 35-летняя женщина. Лилия уже выходила на крыльцо. В это время и сорвался один из металлических листов. Муж приехал, чтобы забрать. Работу закончили. Она видит, что до машины не дошла. Два шага. Семья погибшей Рустам Миниханов сегодня выразил соболезнования и поручил выделить миллион рублей в качестве компенсации. Все обстоятельства трагедии теперь выясняют следователи. Будет изучаться соответствие кровли требованиям безопасности, а также качество ремонта, который проводился в 2013 году. На данный момент решается вопрос о назначении необходимых исследований. По результатам проверки будет принято профессиональное решение. Сметала, вертела и срывала крыши. И так в 29 районах республики. Сотни жителей наблюдали из окон пугающий экшен. А вот семья Елчуевых из Зеленодольского района оказалась в эпицентре стихии. Нога все здесь осталась, а туловище, все тело там было. И мы вот с этим бруском старались вот эти все доски поднять. На глазах Альмира это каркасное строение рухнуло, как карточный домик. В этот момент мальчик с мамой и с другом были в поле. Конструкция дома накрыла их с головой. Первым выбрался Ильнур и поспешил за помощью. Только после приезда скорой выяснилось, у мальчика сломана нога. В магазин забежал и вызвали скорую, спасателей и все. Видите, они все исковерканные. Вот как будто бумагу. Мы берем А4 и вот он вот так мнется. Вчера для директора Бирюлинской школы было точно не для образных сравнений. За полвека учебного заведения. Это первый удар стихии. Ровно в 14.01 на территории был настоящий вихрь. Этот свищ, ну это вот мое видение. Вот он когда полетел, я находилась у себя в кабинете. И вот где-то там в каком-то подсознательном уровне, думаю, сейчас что-то произойдет страшное. 30 секунд понадобилось для того, чтобы школа лишилась части своей крыши. Вот так вот она сейчас выглядит после нашествия стихии. Два листа остались на месте. Ветер успел их скрутить, но все-таки не сорвал. Обещают, что до 3-го числа восстановят полностью крышу. Это все из крыши, 8 листов. Ну собрали уже, почистили все. Владельцы частных домов от ними из первых ликвидируют последствия урагана. Дом Рамзии Закировы один за другим лишался шифера. Всего порядка пяти домов в деревне Новый Корлай пострадали от сильного ветра. А вот по всей республике таких домов полсотни. Ничего не было видно, даже соседей. Кружило вертел, все вокруг. Стихии оставило без электричества больше 80 тысяч человек. Свет восстанавливали постепенно накануне вечера. На ликвидации ЧС было занято 500 человек. А вот ущерб от стихии только подсчитывается. Альбина Винебаева, Амир Залюшев, Ленар Генатуллин, Алина Мусина, Марат Зайдулин, Андерсон Тальцев. ТНВ. Арский, Высокогорский, Зеленодольский. Мыслимовские районы. Редактор субтитров А.Семкин